В парке «Патриот» проходит 24-я всероссийская выставка «Золотая осень». В ней принимают участие порядка 150 подмосковных сельхозпроизводителей. Продукцию на стенде Московской области представили 18 крупнейших предприятий агропромышленного комплекса региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил председателю правительства России Михаилу Мишустину подмосковный стенд. Большая переработка в Москве. Всего и молока, и птиц. Прибавили в этом году мороженое. Сейчас, видите, до страны ушли. 5400 тонн. Сыры мы прибавляем. 38% за это время. На сегодняшний день Московская область занимает первое место в стране по производству сыра, кисломолочных продуктов, мороженого, мясных консервов, кондитерских изделий и макарон. А также по выращиванию овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Это лук-севок, капуста, свекла-столовая, картофель и морковь. Московская область – это известный подмосковный огород, как его называют. Мы тоже показываем, что мы либо на первом месте, например, по капусте, по луку, либо на втором, как по картофелю, в России. Необходимо наращивать производство не только на внутреннем рынке, но и на экспорт. Вся земля, пригодная для сельского хозяйства, должна быть доступна для аграриев – задача, которую ставит правительство страны. За последний год в этом направлении наблюдается положительная динамика. Во-первых, мы лидеры по переработке в России по очень многим показателям. Это макароны, это колбасы, сыры, мороженое, консервы. Поэтому, конечно, мы представили большой блок – это именно перерабатывание. Это результаты переработки продуктов. Показываем наши цифры на сегодня, показываем динамику. Импровизированные рыночные прилавки демонстрируют изобилие продуктов питания, в том числе овощей. В связи с ростом объема производства возрастает потребность в хранении. В 2022 году аграрии региона собрали рекордный за современную историю с 1997 урожай зерновых и зернобобовых – почти 650 тысяч тонн. Мы запустили по поручению губернатора проект по строительству овощих хранилищ. Уже в этом году на 14 тысяч тонн уже построили. Еще примерно столько же до конца года идем. И главное у нас, поскольку процесс строительства начался в этом году, у нас основной ввод в следующем году – это почти 100 тысяч тонн хранения овощей и картофеля в Московской области. Роста показателей удалось достичь за счет высокой урожайности, качественных семян подмосковной селекции и эффективных удобрений, а также ввода земель в оборот. Но есть и сложности налаживания семеноводства. Ранее 80% семян овощей привозили из-за границы. Задача – построить Егорьевский новый семеноводческий центр и выйти на показатели 20% семена в России. То есть постепенно кем-то завыдавливать импортные семена из наших регионов. В рамках «Золотой осени» Подмосковье планирует подписать 18 инвестиционных соглашений, более чем на 15,5 миллиардов рублей, что позволит создать около 800 новых рабочих мест. Выставка продлится до 8 октября.